Южная Корея На встрече шла речь о строительстве кораблей для казахстанского флота и совместном производстве оборудования для горно-металлургического комплекса. Также участники встречи договорились о поставках трансформаторов из новых высокопрочных материалов. Конкретные проекты в рамках программы казахстанско-корейского сотрудничества «Свежий ветер» представители правительств в двух стран обсудят в Нур-Султане. Казахстан — страна с огромным потенциалом. Хотелось бы, чтобы сегодняшняя встреча переросла в большое сотрудничество в тяжелой промышленности. Наша корпорация расширяет границы деятельности в странах СНГ и Европы. И думаю, что здесь Казахстан занимает очень важное место. У вас есть система льгот и прозрачная политика, благодаря которым мы рассматриваем Казахстан как хорошего партнера. Курс на новую политическую модернизацию — так оценивает первые итоги 100 дней президентства Касымжомар Татукаева иностранные эксперты. По мнению главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча, реформы, проводимые главой государства, укрепят диалог между властью и обществом и выведут страну на новый уровень. Это, в свою очередь, внесет значительный вклад в развитие экономики республики. Кроме того, омбудсмен назвал создание Национального совета общественного доверия верным решением и требованием времени. Повышение эффективности органов государственной власти и работников — наиболее важный фактор становления обратной связи с общественностью. Квалифицированный специалист наряду с качественной работой экономит государственный бюджет. Об этом хорошо знает Касымжомар Токаев. С первых дней президентства глава государства начал проводить реформы в этом направлении. Кроме того, примером демократического развития является создание Национального совета общественного доверия и улучшение законодательства о митингах. Касымжомар Токаев ведет страну по пути развития и реформ. Об этом говорят депутаты немецкого парламента. По словам представителей Бундестага, за это время президент Казахстана уделил большое внимание социальной политике. Кроме того, в числе приоритетных задач — поддержка бизнеса, в том числе микропредпринимательства. Депутат Бундестага Манфред Грунт отмечает, президент Токаев задал правильный курс, поставив на первое место концепцию слышащего государства. Президент Токаев говорит о том, что Казахстан должен развиваться дальше, смотреть в будущее. И особенно важно усиливать диалог с населением на всех уровнях. Чиновники должны слышать народ. Также важно развивать многопартийность и проводить реформы в судебной системе. Я считаю, это курс на укрепление демократии, той, которую мы знаем в Европе. Шпионский скандал в Германии. В распоряжении сотрудников авиаконцерна Airbus оказались засекреченные документы, связанные с планами закупок вооруженных сил страны. Прокуратура в Мюнхене в рамках начатого расследования изъяла часть документов и компьютеров. Около 20 человек временно отстранены от выполнения своих обязанностей. Кроме того, один из представителей Бундесфера привлечен к дисциплинарной ответственности. По меньшей мере, один человек погиб, и шестеро получили ранения во время стрельбы в столице США, Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь недалеко от Белого дома. Пострадавшие были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии. На место происшествия вызвали сотрудников убойного отдела. Около 30 тысяч жителей Бермуд остались без электричества из-за урагана Умберта. Сильные порывы ветра, которые превышают 190 км в час, срывали крыши жилых домов, валили деревья. Местные метеорологические службы передают, что ураган ослабится до тропического шторма и продолжит дальше двигаться в Атлантическом океане. В Казахстане близится к завершению строительство магистрального газопровода Сарарка. Напомним, проект реализуется по поручению первого президента Казахстана Русултана Назарбаева. Цель – газификация столицы, центральных и северных регионов и повышение энергетической безопасности страны. Вдоль трассы первого этапа планируется обеспечить газом 2 миллиона 710 тысяч человек. Стоимость проекта – 267 миллиардов тенге. Строительство профинансировали Банк развития Казахстана и Евразийский банк развития. Сумма финансирования составила 102 миллиарда тенге. Благодаря тому, что используем инструмент ценных бумаг, есть своя уникальность в этом. Процентная ставка составила 10%, купон 10%. Глобальный саммит по вопросам городского туризма впервые пройдет в Нур-Султане с 9 по 11 октября. Организаторы мероприятия – Акимат столицы и Всемирная туристская организация ООН. Ожидается, что более 700 делегатов из 30 стран мира примут участие в саммите. В программе обсуждение устойчивого развития, городское управление, инновации и технологии, а также актуальные тренды туризма. По итогам встречи планируется подписание декларации саммита. Главная тема глобального саммита – умные города, умные направления. Эксперты со всего мира, включая представители различных городов, компаний, туристических организаций, будут обсуждать, как умные города могут помочь в развитии туристических направлений, а также в решении современных проблем туриндустрии. Мы также думаем, это отличный шанс представить гостям туристический потенциал столицы и Казахстана. Узбекистан развивает паломнический туризм. Сегодня в этой стране насчитывается больше 7 тысяч культурных и исторических объектов. Порядка 200 из них находятся в четырех древних городах. Они включены в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. В ближайшее время в Бухаре и Самарканде планируют создать туристские зоны. Согласно данным, за семь месяцев этого года соседнюю страну посетили свыше трех миллионов туристов. Столько же человек приехали из Узбекистана в Казахстан в 2017 году. Большинство из них посетили древние святыни Туркестана. Поэтому город, который считается духовной столицей тюркских народов, будет способствовать увеличению потока туристов, говорят узбекские эксперты. История древних тюрков интересна не только их потомкам, но и также туристам со всего мира, в частности, мавзолей Хаджа Ахмета Ясауи. Это культовое сооружение оставило глубокий след в архитектуре, кроме того, является местом ежегодного паломничества верующих. Мы надеемся, что отношения между Казахстаном и Узбекистаном в сфере туризма в дальнейшем будут только развиваться. Конкурс сочинений под названием «Знаток произведений Абая» пройдет в Узбекистане. Принять участие в нем смогут учащиеся школы и вузов. Организатором мероприятия выступил Казахский национально-культурный центр. Главной целью конкурса является изучение и пропагандирование творческого наследия великого поэта. Отметим, что с произведениями классика казахской литературы участники смогут познакомиться на своем родном языке. Многие работы Абая уже переведены на узбекский. Победители конкурса получат уникальную возможность бесплатного обучения в Казахстане. Я очень рад, что произведения великого казахского просветителя Абая переведены на узбекский. Думаю, прочитать эту книгу и принять участие в предстоящем конкурсе. В нем может участвовать любой желающий. Это хорошая возможность. В Оли Мажлисе есть фонд, поддерживающий неправительственные организации. Мы туда написали письмо, в котором мы рассказали о том, что намерены организовать конкурс. Вот на эти цели нам выделили 30 миллионов. Благодаря финансированию мы издали книги тиражом в тысячу экземпляров. В настоящее время в Узбекистане насчитывается свыше 180 институтов и колледжей. Там их и будем раздавать. В библиотеке сахтасы дебутырмыска. Лучшие учебники мира на казахском языке теперь доступны студентам из Камногорска. Например, в фонды Восточно-Казахстанского государственного технического университета поступило больше 6 тысяч экземпляров 49 изданий. Среди них учебные пособия по философии, психологии, экономике, культурологии, религиоведению. Их авторы известны в своей области специалисты, труды которых востребованы международным сообществом. По словам переводчиков, при отборе материала предпочтение отдали именно этим учебникам. Я очень рада, что среди переведенных на казахский язык книг есть 11 учебников по экономике, также книги о медиа, маркетинге, журналистике, стратегическому менеджменту и многим другим. Раньше нужные сведения по моей специальности я искала повсюду, и в интернете, и в книгах на других языках. Приходилось многое переводить самостоятельно. Теперь эта проблема снята. Готовиться к урокам однозначно станет легче. Отметим, все книги переведены с английского на казахский по программе «Рухани Жангру» в рамках проекта «Новые гуманитарные знания. 100 новых учебников». Предусмотрено создание электронных версий. Пролетный путь «Краснозобые казарки». Под таким названием в столице открылась интерактивная выставка в рамках проекта по сохранению этого редкого вида гусей. Посетители могут ознакомиться с особенностями миграции и биологии птицы, а также узнать об основных угрозах для казарки. Выставка нацелена как на взрослых, так и на детей. В течение месяца планируется охватить более 2000 школьников Нурсултана. Этот проект нацелен на сохранение казарки вдоль всего пролетного пути. Казарка – это дальний мигрант. Она обитает в арктической тундре и летит, очень пролетает большое расстояние, зимует в Восточной Европе и пролетает через Казахстан и Россию. На каждом этапе пути она встречает определенные угрозы, места обитания сокращаются. Такие выставки – это одно из мероприятий в рамках нашего большого проекта, в котором участвуют пять стран. Это Россия, Казахстан, Украина, Румыния, Болгария. В Нурсултане прошел концерт, посвященный казахскому композитору и артисту оркестра Атрар Сазе Габделхааку Барлыкову. Исполнитель, внесший значительный вклад в развитие музыкальной культуры страны, занимался популяризацией и творчеством одного из самых влиятельных музыкантов Восточного Казахстана – Кайракбая Шалекенулы. Стоит отметить, что концерт в сопровождении ансамбля народной музыки Сары Арка открыл новый концертный сезон столицы. Концерт посвящен мелодиям Восточного Тарбагатая. Их еще называют «глубокими кюями Востока». Мы исполняем эту музыку последние два года, поставив перед собой цель – популяризовать ее широкой общественность. Сегодня мало тех, кто изучает это музыкальное направление, выступая в фольклорных ансамблях. В век рыночных отношений многие музыканты выбирают ту музыку, на которую можно заработать. Мы решили организовать этот концерт для того, чтобы духовно обогатить народ. Лоскутное шитье как вид рукоделия известно очень давно. При помощи маленьких кусочков ткани мастерицы создавали удивительные по красоте и гармонии вещи – одеяло, подушки, панно и многое другое. Сегодня Пэтчворк переживает свое второе рождение. Процесс этот хоть и кропотливый, но очень увлекательный, говорят рукодельницы. Я очень хочу подчеркнуть то, что у нас в Узбекистане Пэтчворк, лоскутное шитье было издревле очень развито и известно. Но со временем оно немножко, наверное, утратило свою распространенность. Но мастера у нас в Узбекистане есть, их очень много. И сейчас постепенно лоскутное шитье в Узбекистане активно развивается. Процесс создания лоскутных одеял включает в себя несколько этапов. Важно, чтобы изделие имело ровные и аккуратные соединительные швы. Затем его наполняет пухом, бараней или верблюжей шерстью. Надо отметить, что каждое лоскутное изделие уникально. Повторить его в точности практически невозможно. Моя бабушка научила меня вязать, шить, валять войлок и изготавливать подушки и одеяло, когда мне было около 10 лет. Я считаю, что для девушек это важно – сохранять и развивать народное ремесло, нося туда свои новшества. Лоскутное шитье как вид декоративно-прикладного искусства издавна получило широкое распространение по всей территории Центральной Азии. Сегодня мастерицы кочевых народов великолепно владеют техникой изготовления стёганых лоскутных изделий, передавая секреты пошива из поколения в поколение.